Приветствую вас. Я предлагаю вам начать с того, да, чтобы определить, что конкретно мешает вам принять себя такой, какая вы есть по характеру, по внешности. И так далее. То есть, откуда? Откуда у вас вот это вот, значит, непринятие себя? То, что оно, это непринятие себя и появилось не на пустом месте, то, что оно появилось не само по себе, да. Я более чем уверен в этом. Я более чем уверен в том, что вы оказались подвержены какому-то, значит, воздействию, да? Вот. То есть, вам кто-то, кто-то говорил, кто-то, ну, объяснял, кто-то сказал, что вы такая вот нехорошая, что вы такая, может быть, плохая. Вот. И так далее. Соответственно, с этим и нужно в первую очередь разбираться. Да? Как только вы увидите, что стоит за вот этой вот потребностью людей обесценивать вас, всегда, всегда стоит проекция, проецирование, да? То есть, это такое же стремление, желание говорить о себе, но при этом делать это в контексте другого человека, то есть, не вас, не себя самого, да, а именно вас. И я думаю, что это и есть ключевой аспект, значит, который, ну, вам нужно скорректировать. То есть, грубо говоря, получить представление о том, почему люди говорят вам, что вы не такая, что вы должны быть другой, что вы выглядите не так, что вы должны выглядеть там, как там, по-другому. Вот. И так далее. Вот. То есть, мне кажется, что именно в этом кроется и основной аспект. Ну и, собственно говоря, именно быстро вы вряд ли сможете избавиться от того, что с вами происходит, да, потому что, ну, я надеюсь, понятно, что нужно время, вот, для этого, для этого нужно время и работа. То есть, сами себя вы принять, наверное, не сможете, скорее всего. Вот. Вот. Это достаточно тяжело и сложно сделать. Вот. Ну, вполне возможно. Я рекомендую вам почитать пока что книжку, которая называется «Я умею прыгать через лужи» Алана Маршала. Вот. Прочтите её обязательно. Эту и эту книгу. Вот. Значит, прочтите её обязательно. И после этого я предлагаю вам начать работу с вами. Именно с обсуждения этой самой книги. Вот. Мне кажется, что с этого нужно начать. А, значит, полюбить себя и принять себя – это, по сути дела, синонимы. Любовь без принятия невозможна. И, соответственно, соответственно, до тех пор пока вы считаете, что то, какая вы, вас быть не должно, вот, собственно, до тех пор пока это происходит, у вас будут проблемы. Вот. Нужно вам отходить от восприятия в себе плюсов и минусов и на более такой полимерный взгляд переходить в плане того, что он что-то, что-то достаточно, да, что-то недостаточно, что-то вовремя происходит, что-то не вовремя происходит. Вот. Я думаю так. Я думаю так. Вам можно ответить на ваш вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.